Доброта, человечность и взаимопомощь спасут мир. История юной художницы из Выборга, которую не приняли на бюджетное отделение школы искусств, получила продолжение. Свою студию живописи Елену Карай-Беда принял старейший выборский художник Николай Малыхин. Он занимается с ученицей бесплатно. В мастерской побывали наши корреспонденты. Николай Малыхин известный в Ленинградской области художник, выпускник самой первой в Выборге из-за студии, ученик Николай Соколова. Старейший выборский живописец, искренне добрый и талантливый человек. Знакомые рассказали ему истории Елены Карай-Беда. Девочку не приняли на бюджетное отделение в школу искусств, а средств, чтобы оплачивать учебу, многодетная семья не имеет. Николай Малыхин решил помочь. Когда она пришла, я поставил на способная девка. Помню, нужно работать. Думаю, что я из нее сделаю потом абитуриента в ВОЗ или как минимум в колледж художественный она поступит. Несколько занятий уже пройдены. Юная художница постигает основы композиции, законы передачи трехмерного пространства, художественные приемы и вырабатывает собственный стиль. Больше нравятся пейзажи. Я люблю природу. Люблю рисовать растения, животных люблю рисовать. С каждым Николай Малыхин занимается индивидуально и щедро делится бесценным многолетним опытом. В маленькой художественной студии при Доме молодежи работают вместе учитель и ученик. Я даю то, что я сам знаю, то, что я прошел. Вот. Это все очень сложный процесс. Но когда ты сам быстро дал что-то, какие-то знания, это каждый может по себе судить. То, что ты точно знаешь, в чем точно уверен, это ты можешь преподнести. Ну вот, я делюсь опытом. Здесь же творит и сам мастер. Николай Алексеевича вдохновляет буквально весь окружающий мир. Но особенно люди. Оттого в коллекции Малыхина десятки портретов. Вот. Люблю портрет. Очень люблю портрет писать. Вот как-то так уж. Я с детства почему-то мечтал, вот, что я буду писать портрет. А почему? Вот, не знаю. Я еще ничего не умел. Вообще ничего. Я все равно стараюсь как-то, ну, наверное, неволе, что ли, уйти от сходства немножко. Немножечко. Немножечко. То есть сходство ставится ровно в той степени, чтобы оно не мешало тому, что я хочу передать вот от увиденного, скажем так. Вот от того, кто, с кем я беседую. Мы же, когда работаю, мы разговариваем о чем-то. Бывает иногда даже такое, что пока пишешь портрет, уже пропадает всяческое желание писать в дальнейшем. Ну, это редко, правда. А в основном каждый человек всегда интересен. Я стараюсь как-то так заглянуть по возможности, что за человек передать. То есть, в смысле, передать вот это вот состояние. Удалось ли в полной степени передать свои ощущения? Этот вопрос волнует художника постоянно. И далеко не всегда он доволен конечным результатом. Чтобы было понятно, на каждом из этих холстов самое малое, пять картин, до 15 примерно на каждом холсте. То есть, записанное то, что мне на данный момент не нравится. Иногда жалею, что иногда хорошие записи. Работы художника были в разное время представлены на выставках в Москве, Петербурге, городах Финляндии, Швеции и других стран. Своих земляков Николай Малыхин каждый год старается порадовать свежей серией картин. Мне интересно показать, а что же я, собственно говоря, представляю. Ну, сам для себя, в первую очередь. Публика, она по-своему реагирует. А мне интересно увидеть самого себя, свой труд и вот свое лицо, как бы сказать, свой портрет. Хотя его тут нет. Вероника Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Когут, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город».